Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Фил, и добро пожаловать на мой новый ролик, а точнее, историю из жизни. Как давно? Как давно не было этой рубрики? А у меня же появилась история, появилась довольно криповая история. Впервые на своем канале я хочу рассказать вам страшную историю, и поэтому я попрошу вас, сильно впечатлительных людей, поставить лайк и закрыть это видео. А если вы кушаете, то отложите еду хотя бы на эти 15 минут, потому что, возможно, вам будет неприятненько, и я вас вот так вот хочу подсейвить. История тесно связана с моим проектом, почему наркотики действительно опасны. В основном, именно из-за этой истории у меня не получилось завершить проект тогда, когда я хотел, а именно в июле. Произошло совершенно непредвиденное, и я, если честно, до сих пор не верю, что это все было, и сейчас, вроде бы, никаких признаков данной истории я не вижу. В общем, все началось с того, что в июле я работал как укушенный. Практически весь июль я сидел за компом по 10-12 часов, потому что мои ролики были очень объемные, и я хотел сделать все по красоте, поэтому я тратил очень много на это времени, и под конец моего рабочего ютуберского дня я был просто выжат, и хотел одного. Спать! Ну, в общем, представьте мое состояние. Я, покачиваясь, вот так вот подхожу к кровати, падаю на нее, и даже иногда не умываюсь, и просто отрубаюсь, потому что были дни, когда мой организм уже просто ничего не хотел ни видеть, ни слышать, я просто засыпал. И через некоторое время перед сном я стал замечать какие-то странные вещи. Вроде бы я ложусь, хочу очень спать, но не могу уснуть. Что только я не делал, включал себе какую-то спокойную музыку, включал звуки дождя, которые вроде как помогают уснуть и релакснуть, но ничего не помогало. У меня выработалась такая стабильная бессонница, то есть я ложился спать и не мог уснуть еще час-полтора. Ставь лайк, если у тебя часто так тоже бывает, но я подумал, что проблема в том, что я переутомляюсь. Я слишком много сижу за компом, слишком много мыслей у меня в голове, все эти вещества, о которых нужно правильно вам рассказать, и классно я сижу, монтирую, просто нарезаю видео, как самую большую шаурму в моей жизни. И в общем, я подумал, что просто у меня что-то с нервишками случилось, и мне нужно как-то успокаиваться, потому что были проблемы еще в семье в тот момент, в июле. И в общем, так продолжалось где-то неделю, после чего мне это стало уже очень не нравиться. Я ощущал, как будто мне кто-то не дает спать или что-то. Более того, я стал чувствовать какие-то покалывания на кончиках пальцев и, в общем, по рукам. И когда это впервые случилось, я был жутко уставший, я начал проверять, что с моими руками. Самое страшное, что я даже ощущал, что по мне кто-то ползает. Я подносил руку к лицу и чувствовал это, но не видел никого, кто по мне бы ползал. Тогда я подумал, что все, моя кукуха поехала, все, до свидания. Я начал гуглить. Кажется, что по мне кто-то ползает. И я нашел определение данному заболеванию. Называется формикация, ощущение, что насекомые ползают по коже. В лучшем случае. Или под ней, в худшем случае. И как раз таки мне казалось, что под моей кожей кто-то ползает. В тот момент я действительно немножко опешил, потому что у меня такого не было. Не было таких галлюцинаций никогда. И я действительно подумал, что мне нужно немножко больше отдыха. Видимо, я слишком перетруждаюсь. И моему, наверное, мозгу нужно отдыхать. Я стал, короче, хреначить валерьянку перед сном. И это все равно не помогало. Даже некоторые препараты околоноотропного действия я принимал. Которые вроде бы как-то успокаивают. И вроде как-то улучшают мозговую деятельность. В общем, мне особо ничего не помогало. И что вы думаете? Я просто забивал с каждым новым днем. Точнее, с каждой новой ночью я забивал на эту проблему. И думал, да, потом разберусь. Ничего, галюны. Ну, я же не вижу монстров никаких. Меня же не бэттрипает как бы. Все нормально. Нет у меня HPPD. Все хорошо. Но вы не поверите. С каждой новой ночью такие галлюцинации только усиливались. Я действительно лежал и не мог уснуть. И мне казалось, что кто-то рядом. Кто-то есть со мной в кровати. И по моим пальцам, по моим плечам. Даже, по-моему, на голове что-то я чувствовал. И в один момент, в одну ночь, я полусонный пытался смахнуть очередную галлюциногенную фигню с моей руки. И это оказалась какая-то букашка. Ну, я подумал, ладно, что там такого? Какая-то тварина бегает. В принципе, я всегда отношусь к букашкам в моей комнате очень гуманно. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы видели то, что я постоянно снимаю паучков. Ай, у меня новый друг. Многоношек и всякую прочую живность. Я, короче, не убиваю их. Потому что, ну, нет у меня такого особого страха всех этих букашек. И мне жалко как-то их убивать. Разве что, если оса залетит ко мне, то осу я, конечно, прихлопну. Потому что у меня с детства фобия. Я боялся всегда ос. В общем, не суть. Я к тому, что я отбросил вот этого воображаемого жучка от себя. И даже не стал вставать, включать свет, искать его, чтобы убить. Мне было пофигу. Ну, блин. И, по-моему, так продолжалось еще где-то пару дней. Я не придал тогда этому значения совершенно. Тому факту, что я ночью отбрасываю от себя каких-то жучков. Мне казалось, что, ладно, если я поехал кукухой, я разберусь с этим после того, как выпущу все семь частей. Ну, и там уже в больничку схожу. Нормально. Как раз в армию уж точно меня не заберут. Ну, короче. В одно прекрасное утро я снимал вот этот научпопный момент для второй части моего проекта. Где я вот на этой доске писал, что такое паф и рисовал всякие штучки. И после того, как я отснял этот материал, меня друзья позвали прогуляться. Прогуляться на природу, сходить. Устроить пикник, посидеть, отдохнуть. И как раз я думал о том, что мне нужно немного отдохнуть. Может быть, я смогу поспать на природе нормально. И мне вот такая прогулка пойдет только на руку. В общем, я начинаю собираться. И видите, вот это вот красивенькое разноцветное одеяльце, которое отчетливо видно все время, пока я рисую. Именно это одеяльце я решил взять с собой на пикник. И я хочу, чтобы вы поняли, что я почувствовал, когда я смахнул первое покрывало и перевернул вот это одеяльце. По углам этого одеяльца были рассадники каких-то жуков. Было очень много черных точек. В швах этого одеяла ползали живые тварюги. Я подумал, что? И почему-то я тогда особо не удивился, хотя это одеяло было заражено просто вот этими паразитами. И как оказалось чуть позже, это, ребята, были клопы. Кто не знает, кто никогда не встречался с клопами в своей жизни, я могу вас поздравить. Я даже врагу не пожелаю то, каким молниеносным образом эти клопы у меня размножились. И как оказалось, что даже под кроватью были рассадники и личинки этих тварей. Ну и давайте-ка я вам проясню, каково это жить с клопами. Потому что я, как и вы, в душе не ебал, что это за паразиты и чё они делают. Я всегда знал про основных вредителей. Моль, которая жрёт твою одежду. Тараканы, которые жрут твою еду, остатки еды на полу. Но клопы, которые жрут тебя по ночам, для меня это было просто открытием. Потому что, как оказалось, клопы атакуют ночью. Именно поэтому первые признаки, что в квартире, в комнате есть клопы, это бессонница, а также чесотка. И я совершенно не обращал внимания, что я стал чесаться. И уже после того, как я всё это обнаружил, началась моя борьба. Я на полном серьёзе пытался бороться с клопами и делать ролики про вещества одновременно. Как вы понимаете, мне это не очень удалось, потому что эти суки, пи***ц, какие живучие. И очень хитрые. Потому что днём клопы тупо спят. Отсыпаются в каких-нибудь узких, труднодоступных местах. А ночью они просыпаются, чтобы пожрать. Вся загвоздка в том, что все эти ночи, когда я не замечал откровенно жуков, клопов в моей постели, всё потому, что я не включал свет. Я не вставал и не проверял. Потому что, во-первых, мне было пофигу, как я уже говорил. И, во-вторых, я не боюсь особо темноты. И поэтому я лежу такой, ну думаю, ну опять какой-нибудь жучок заполз. Лето ведь всё-таки много всякой живности ходит. И мне было пофигу. Ну и тем более я думал, что это галлюцинации. Но когда я обнаружил, что это действительно были клопы, настоящие постельные клопы, которые заводятся где-то в кровати и рядом в местах, я просто офигел. Потому что я на протяжении недели спал в обнимку с клопами. Но спал, это ещё оптимистично сказано. Самое ужасное, что подорвался мой сон. Потому что, как вы понимаете, несмотря на то, что я собственноручно делал, распылял химозную ядовитую фигню по всей комнате, я двигал вещи. Перерыл все свои вещи, лишь бы найти спрятавшихся ублюдков. Несмотря на это, было тяжело засыпать. И я продолжал просыпаться по ночам. Потому что, ребята, ты реально едешь кукухой. Клопы, они оставляют чёрные точки, следы. И после того, как ты обнаружил их у себя в комнате, ты понимаешь всю степень пиз... То ты начинаешь приглядываться, смотреть на стены, смотреть по сторонам. И даже сейчас я вот смотрю. И хорошо, что сейчас ещё не ночь, потому что во времена пиковой активности клопов, я просыпался ночью в 3 часа в холодном поту и включал свет, включал фонарик, ходил по комнате, искал и находил, находил этих маленьких паразитов, которых днём я не видел, но ночью они вылезли. У меня началась какая-то паранойя, что клопы где-то здесь, постоянно рядом. Это, как знаете, некоторые люди с особенным психическим отклонением думают, что за ними постоянно следят. Думают, что в предметах интерьера спрятаны камеры или то, что люди скрываются в мебели. Какая-то абсурдная паранойя. И так реально продолжался весь июль, потому что я ходил и высматривал. И было ужасно неприятно, когда ты находил клопа в какую-то ночь, когда уже вроде бы перетравил их, и этот клоп был с твоей кровью, потому что, напомню, они питаются кровью. Это, конечно, полный... Сон мне вернулся только в августе. И когда я вспоминаю июль, я не хочу вспоминать июль. Окей, я думаю, что у многих сейчас вопросы. Вы спросите, во-первых, ну, чем докажешь? Будут ли пруфы? Я сейчас покажу вам одну фотку, чтобы не пугать сильно людей, которым, может быть, это покажется мерзко. Остальные фотки я выложу у себя в телеграм-канале, ну, для пруфов, я не знаю зачем, но мне хочется поделиться, потому что эти твари безумно, сука, живучие. Как я их не заметил? Все дело в том, что я был слишком погружен в свой проект, и я не видел, что творится вокруг меня, и что самое криповое, я спал с клопами на протяжении недели, потому что их, ребята, было очень много. Настолько много, что было решено просто выкинуть мою кровать. Я вынес кровать со своим братом и отправил ее просто на помойку. Не стал ничего обрабатывать, просто на эмоциях, потому что я х**л, я не ожидал такого, что, сука, помимо всех каких-то там страйков на канал, 18 плюс на ролики, проблем в семье, меня еще настигнут клопы. А как, собственно, клопы появились? Самое интересное, у меня, в принципе, комната была чистая. Никогда не было такого, то, что у меня прям хлам валяется на полу. И я не знаю до сих пор, откуда клопы появились в моей комнате, потому что тут может быть все что угодно. Какая-то старая вещь, если кто-то тебе ее передал, клопы могли быстро размножиться. Либо от соседей пришли эти клопы, потому что соседи их травили, они к тебе пришли. В общем, я даже уже не хочу ничего думать, потому что сейчас я наконец-то спокойно сплю. без кровати, на полу, но все-таки травля этих клопов увенчалась успехом. А вот и маленькое обновление. Я сейчас смонтирую это видео и хочу вам сказать, что после того, как я записал вот всю эту историю, в эту же ночь, угадайте, я нашел, сука, клопа. Спустя два месяца после их исчезновения. И я не знаю, что будет дальше, ребята, просто знайте, моя борьба, видимо, еще не закончена. Я надеюсь, я очень надеюсь, что их больше не будет, потому что я хочу спать. Для меня сон это очень важно. И мне действительно было не очень приятно, потому что эта вся история настолько затянулась, что, блин, моя работоспособность и дизмораль не дала мне закончить проект в июле, но это было просто невозможно. Ну и в общем, такая история. Ночные галлюцинации оказались не галлюцинациями, а настоящим пожиранием клопов моего тела. И если на протяжении этого видео вам захотелось заглянуть под кровать или посмотреть аккуратно простынки на вашей постельке, то это не совсем бредовая идея, а даже здравая, потому что, ребята, лучше перепроверить, чем столкнуться с самим, как я, с клопами, забив на все, делая ролики и не заметив, что ночью, сука, был вокруг меня рассадник клопов, которые ползали по мне, а я этого даже не осознавал или не хотел осознавать. В общем, да, такие дела. Спасибо, что посмотрели это видео. На мой взгляд, вот такая история пострашнее будет, чем всякие привидения, монстры, которые не существуют. удивительно, что какие-то маленькие вредители, маленькие паразиты, которые безумно живучие и которые для того, чтобы выжить, жрут свои собственные яйца, ну, откладываемые самкой, они могут причинить человеку настолько много проблем. Это, конечно, вообще шок. Я этого никогда не забуду. Меня зовут Фил, я пойду снимать следующие ролики по плану, ставьте колокольчик на мой канал, вступайте в соцсети и до новых видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok